Привет всем! Вы на канале Райская жизнь на Канарах. Меня зовут Екатерина. Сегодня я вам расскажу, где в Лас-Пальмас де Гран-Канария можно купить дорогую, роскошную недвижимость. Если мы с вами будем говорить и анализировать, что есть элитный район в том или ином городе, в той или иной стране, то это прежде всего район с высокой стоимостью квадратного метра жилья. Сегодня в этом репортаже я поделюсь с вами своими знаниями и наблюдениями об элитной недвижимости в столице острова Лас-Пальмас де Гран-Канария. Свою серию репортажей о дорогих районах города Лас-Пальмас я начну с престижного района, расположенного в центре города, который называется Сьюдат-Хардин. Чтобы ознакомиться с самими сценами на дома в этом районе, вы можете самостоятельно зайти на сайт идеалиста или фотокаса.с. Давайте отметим функцию выбора по самому дорогому квадратному метру. Итак, смотрим. Дом за 2 миллиона евро. Что из себя представляет? Так, это 329 метров квадратных, 6 спален, достаточно современный и светлый дом. Заметно, что сделан свежий ремонт. Неплохо. Давайте выберем, посмотрим что-нибудь подешевле. Например, этот дом в традиционном канарском стиле. Но, упс, небольшие проблемы с влажностью на стенах, которые вам выльются в копеечку. Уютненько, но исключительно для любителей ретро. Ну, вы уже замечаете, что очень много объектов недвижимости, которые внешне хороши, но внутри откровенно требуют реновации. Это и старая мебель, и какие-то личные предметы интерьера. Это логично, потому что в большинстве случаев речь идет о старых семейных усадьбах. Если же вы желаете приобрести жилье совсем без истории, чтобы написать свою с нуля, то на сайте иногда можно встретить предложение о покупке квартиры в строящемся доме, уже с дизайнерским ремонтом и мебелью. Сейчас, в настоящее время, район Сюдат-Хардин имеет не только спальную функцию, но и представительскую. Вообще, как вы могли заметить, многие коттеджи, многие особняки сейчас переделаны под колледжи, под частные школы. В некоторых находятся фирмы, ассоциации. Иметь в этом районе офис считается престижным. Какие недостатки этого района можно выделить? Вы знаете, во-первых, я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что все вот такие вот старые, хоть и престижные районы, они имеют единственную большую проблему – это парковочные места. Их практически нет. Жители этого района в них и не нуждаются, потому что все эти коттеджи, все эти виллы, усадьбы, они имеют внутри парковочные места. Проблема сейчас обострена для тех, у кого эта вилла сейчас используется в качестве офиса, либо же детского сада. Какие еще недостатки можно выделить? Только лишь единственный – это высокая стоимость жилья. Вы знаете, за все хорошее в нашей жизни надо платить. Завышенная стоимость квадратного метра – это тот недостаток, который, в принципе, для людей, которые хотят приобрести здесь недвижимость, он недостатком как таковым не является. Наоборот, является барьером, ограничивающим круг приобретателей жилья. Таким образом, здесь вы не найдете ни кричащих соседей, ни их пьющих друзей. Здесь вас будет окружать достаточно приличная публика. Район Сюдат-Хардин расположен рядом с парком Дорамос, а также здесь находится Пуэбло-Канария. Это место, в которое привозят обычно туристов, в котором организуются такие, знаете, традиционные народные пляски гуляни. Ну, это в основном, знаете, развито, когда туристический сезон находится в самом пике, эпогеи, поэтому каждую субботу здесь можно встретить театрализованные представления. Сейчас, во времена вот такого туристического затишья, это место только лишь сохранило свое название. На территории Пуэбло-Канарио есть также банкетный зал. Это, к сведению тех, кто планирует или, может быть, мечтает организовать свадьбу в городе Лас-Пальмас. Это банкетный зал, который на протяжении нескольких десятков лет пользуется большим спросом, поэтому обычно здесь люди резервируют любое торжество за год. Парк Дурамас – это очень ухоженный городской парк, в котором находиться, читая книжку, прогуливаясь, находясь с детьми – одно удовольствие. Здесь каждый день я вижу десяток служебных машин, которые одни занимаются растениями, другие занимаются фонтанами, третьи занимаются животными, потому что здесь в искусственно созданном озере вы можете видеть и рыб, и лебедей. И рядом, естественно, расположена пятизвездочная гостиница. Единственное в городе Лас-Пальмас такой категории – это Санта-Каталина, Пять звезд, Гран-Люхо. Все, что находится рядом с гостиницей, если мы говорим о каких-то прогулочных зонах, о зеленых зонах, здесь содержится на очень высоком уровне. Поддерживается не только чистота, но и безопасность. В двух шагах расположен главный полицейский участок города, поэтому этот район, вот можно сказать, что он не только престижный, но и самый безопасный в городе. Несмотря на то, что район визуально выглядит достаточно таким герметичным, что ли, хотя не установлены никакие заборы по периметру, да, Сюдат-Хардина, можно сказать, что инфраструктура здесь достаточно развита. В самом парке есть кафе, в отеле Санта-Каталина. Вы можете в свободном доступе посетить два ресторана и два бара. Один из них – рухтоп-бар с прекрасным видом на город и живой музыкой. Обязательно посмотрите мой сюжет, в котором я подробно рассказываю о рекреативных возможностях этой гостиницы. Прекрасный городской парк Дорамос привлекает всех, не только туристов, но и жителей города. Здесь, как правило, на выходные нередко можно встретить фотосессии, это и коммунены, это и крещения, и, естественно, свадьбы, потому что любой уголок – это произведение, естественно, и природы, и человеческих рук. Над ландшафтным дизайном, конечно, городские дизайнеры постарались. Десятки видов цветов, растений местной фауны, порхающие бабочки. Если вы даже прогуляетесь по этим улочкам, которые находятся между этими шикарными, роскошными особняками и виллами в районе Сьюдат-Хардин, вся обстановка навеет вам какие-то сериальные теленовеллы, мексиканские, испанские, которыми было так полно наше российское телевидение в 90-х годах. На самом деле, это единственный район в городе, в котором, я думаю, что в каждом жилье сохранились традиции и обычаи иметь так называемых горничных, или по-испански это называется Чика де Лимпиеса, потому что, сами понимаете, физически справиться с домом, метраж которого начинается от 300 метров квадратных, это, я думаю, что не под силу даже русской женщине. И мы с вами не говорим в этом случае об испанках. Испанки, жены состоятельных сеньоров, они привыкли с самого рождения, если мы говорим с вами о достаточно обеспеченных семьях, нанимать персонал для того, чтобы содержать не только дом, но и сад. В этих домах не только снаружи, но и внутри остался дух прекрасной ушедшей эпохи. Инвестиции в испанскую недвижимость во все времена имеют повышенный интерес не только в России, но и во всем мире. Сейчас на рынке очень активно присутствуют китайцы, спешащие вложить свои средства как в испанские новостройки, так и в люксовые объекты недвижимости. Особенно сейчас, во время кризиса, когда жилье дешевеет, это тот самый момент для инвестиций. Такие вот районы, когда раньше жилье казалось немножко переоцененным, то сейчас оно для людей, которых интересуют инвестиции в активы, которые никогда не потеряют свои ценности, становятся более привлекательными сейчас. Вот на самом деле, если у кого воображение богатое, то проходя по таким вот улицам и наблюдая, как живут владельцы этих вот шикарных вилл, можно, вы знаете, легко представить сцены из сериалов, теленовелл, где происходят какие-то интриги, какие-то, вы знаете, подковерные игры среди обитателей, гостей этих вот шикарных, огромных домов. Смотрите, даже у кого-то здесь образ Львы Марии. Сюдат Хардин переводится как город-сад. Это неудивительно, потому что территория этого района, хоть и небольшая, но она настолько зеленая, настолько ухоженная, красивая. Здесь так громко поют птицы, что создается ощущение, что вы находитесь за городом. Я думаю, что это была и идея основателей этого района придать, несмотря на центровое расположение, некое ощущение зеленого и такого уютного пригорода. На самом деле расположение этого района очень выгодное во всех отношениях, потому что в двух шагах расположена мэрия города. Здесь расположен, можно сказать, муниципальный бассейн. Также в пешей доступности в 10 минутах вы можете дойти до центрального рынка и центральной торговой артерии Меса и Лопес. Безусловно, те, кто купят здесь дом или виллу, немножко в запущенном состоянии, чтобы довести ее до ума, будут вкладывать еще энную сумму денег. Вся старинная недвижимость, все постройки начала 20 века, они, естественно, требуют замены всех коммуникаций. Я думаю, что такое вот спокойствие, вот такая вот умиротворенность, старящая в этом районе, она действительно стоит этих затрат, этих вложений, которые вы можете понести. Если купите вот домик, может быть, неухоженный, может быть, который требует капитального ремонта в районе Сюдат-Хардин, это будет хорошей инвестицией и может быть даже наследством для ваших детей. Ну что, наша прогулка по району Сюдат-Хардин подошла к концу. Надеюсь, она была для вас информативной и в чем-то полезной. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, чтобы я продолжала снимать свои полезные репортажи о недвижимости в городе Лас-Пальмос. Субтитры подогнал «Симон»!